Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжим разговор об откровении апостола Иоанна Богослова в рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру. И посмотрим сейчас с вами на текст девятой главы откровения. Здесь продолжается рассказ о том, как ангелы один за другим трубят и возвещают приближение воли и правды Божьей, самого присутствия Бога к этому миру. Этот рассказ более пространный, чем мы видим в предыдущей восьмой главе. И здесь есть некоторые важные вещи. Видите, начинается девятая глава с рассказом о том, что пятый ангел из семи трубит в свою трубу, и провидец, апостол-евангелист Иоанн Богослов, видит, как из дыма выходит саранча на землю, причем саранча ядовитая, как он говорит, имеющая власть, какую имеют земные скорпионы. Вот эта ядовитая саранча, которой сказано, чтобы она не делала вреда ни траве, ни какой зелени, а только людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И это картина, которая отсылает нас сразу к нескольким очень важным библейским моментам, в каком-то смысле несколько накладывающихся друг на друга цитат. Тоже одно из свидетельств принадлежности автора к иудейской культуре и к тому, что он был человеком образованным в этой культуре, потому что для того, чтобы говорить и воспринимать вот эти аллюзии, необходимо хотя бы какое-то представление о содержании Слова Божьего иметь. И вот, во-первых, это самое саранча, образ в Библии не раз появляющийся, и главным образом под саранчой подразумеваются языческие народы, которые налетают на землю, главным образом на землю Израиля не для того, чтобы что-то на ней созидать, а для того, чтобы просто ее ограбить, сожрать и исчезнуть. Этот образ саранчи, в которой много безжалостности и нет никакой созидательности, потому что действительно саранча не приносит ничего с собой хорошего, полезного на землю. Это не просто там оккупанты, поработители, которые хоть и порабощают, но все же живут и пытаются как-то выстроить жизнь на порабощенной земле. Это именно саранча. Это важный действительно в библейской культуре образ, потому что в истории народа Божьего не раз мы видели вот действительно языческие какие-то войска, которые, как саранча, путешествуют по этой земле, пожирая и оставляя за собой выжженную пустыню. И надо ведь заметить, что это, конечно, далеко не ограничивается библейской историей, потому что и в наше время тоже часто мы и в любое историческое время видим подобного рода события, когда люди просто разрушают ради сиюминутного, разрушают ради грабежа. И, в общем, в каком-то смысле это можно считать такой опасностью, свойственной любому моменту человеческой истории. И когда мы что-то делаем, когда мы видим плоды рук своих, важно очень понимать, что если ты не созидаешь, то ты саранча. Вот что мы делаем и ради чего? Это, мне кажется, такой знак для читателя. В конце концов, понимаете, обозвать тех или иных оккупантов, которые в Малой Азии были в то или иное время или в любой другой земле. Саранчой, в общем, довольно банальная вещь, и читатели апокалипсиса и так это в конечном счёте понимают. Но автор использует этот образ, чтобы мы увидели вот эту действительно пугающую картину, как в человеческой истории действует, иногда даже и очень властвует, вот такое абсолютное бессмысленное, бессозидательное разрушение. Это действительно серьёзная вещь. И дальше вот автор говорит о том, что он видит эту саранчу, которой было дано повеление не делать вреда природе, травам, деревьям, но только людям. Людям, которые не имеют на своих челах печати божьей. Во-первых, библейская культура всё-таки подразумевает нравственную ответственность человека за состояние мира. Люди к этой культуре не принадлежащие, а порой и принадлежащие к ней тоже, склонны часто винить в том, что мир не похож на райский сад кого-нибудь другого. Ну и вообще говоря, в христианской культуре главным образом мы склонны думать, что виноват сатана, противник. Ну, его вина – это его вина и его ответственность. Понимаете, но автор не для него пишет эту книгу, а пишет он для читателя, которому важно тоже существовать в этой парадигме. На самом деле окончательное решение о нравственном облике этого мира принимает человек. Предложение змея Адаму, Еве и Адаму, как об этом говорится в самом начале книги «Бытия», оно ещё не искажает этот мир бесповоротно. Хотя, понятное дело, что что-то не так. И в тот момент, когда Адам принимает, когда каждый из нас принимает это решение, тоже, в общем, мы помним, что в Священном Писании нет заглавных букв, и слово «Адам» отнюдь не является именем собственным. Речь идёт о любом человеке в его нравственной биографии. И вот евангелист Иоанн говорит о том, что на самом деле нравственный облик этого мира определяют люди, которые в нём живут сейчас. Потому что в этом мире в любой момент, начиная с того дня, когда Бог смотрел человека, живут люди. И в конечном итоге будет этот мир страшен, губителен, будет ли он бессмысленен и порочен, или, напротив, он будет местом присутствия Бога и хвалы Его. В конечном итоге зависит от нас. Поэтому вот. Что воздействует на траву? Она трава, и не она несёт ответственность за то, что в этом мире господствует насилие и пожирание. Эту ответственность несут люди. И дальше вот он говорит о людях, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Ну вот, видите, в начале 21 века это стало вызывать некоторые, по совести сказать, совершенно нездоровые, ассоциации с разными современными технологиями, там, какими-то чипами, шмипами, вот всё это вообще про другое. На самом деле, понимаете, конечно, это цитата из исхода, цитата из рассказа о людях, которые живут в рабстве в Египте, в жестокой и мучительной ситуации, и в этом рабстве им даётся Богом надежда через Моисея, и нужно выразить своё доверие. Печать, как кровь Агнца, которой помазывают косяки домов иудеи в Египте, это знак доверия, знак принадлежности Богу. На самом деле, за этим есть потрясающий, очень глубокий смысл, потому что, если мы пытаемся копаться в собственных глубинах, что вообще говоря, не вполне, не до конца христианское занятие, и уж во всяком случае не слишком любезное библейской культуре, но всё-таки, то мы в конечном итоге сами оказываемся в растерянности, потому что мы не знаем, мы не можем сказать, я выбрал, ты выбрал Бога или нет. Это решение, в котором стоять очень трудно, и как бы ты ни говорил, что да, вот, я выбираю правду Божью, это, во-первых, в данную секунду, а во-вторых, всяк человек ложь, и кто из нас может положиться на надёжность собственного слова и собственного нравственного выбора. Но для нашего взаимодействия с Богом, для диалога с Богом, важен некоторый знак. Он отнюдь не свидетельствует о том, что эти люди нравственно совершенные выбрали Бога до конца, до самой глубины души и возлюбили его всем сердцем своим, как в истории Израиля. Да, этот изначальный выбор ещё потом не раз очень окажется, может быть, и неглубоким, и поверхностным, но всё-таки нужен этот знак, знак для самих, может быть, людей, печать Божья на челе, это именно выбор, который ты делаешь, который ты Богу высказал, и о котором ты помнишь каждый день, помнишь, чтобы подтверждать его своей, ну, как сказать, сегодняшней частью своей нравственной биографии. Это весьма серьёзная очень вещь о печати Божьей на челе, потому что в конечном итоге ещё одна центральная тема апокалипсиса заключается в том, что вот есть этот мир, может быть, на треть повреждённый, как говорилось об этом в восьмой главе, вот Бог приходит в этот мир, потому что он уже воплотился, умер и воскрес, и эта его жертвенная любовь изливается в мире. И люди, которые не могут в этой альтернативе не сделать выбор, как Господь говорит, однажды пугающие слова, кто из вас не со мной, тот против меня. Видите, это надо сделать, это печать Божья. Дело не в том, что тебя запечатлели, и ты дальше можешь расслабиться, всё будет хорошо. Нет, это именно знак решения нравственного выбора, который принимает человек. Дальше трубит шестой ангел, и в результате этого выходят при великой реке Ефрат ещё четыре ангела какой-то, ещё образ новый, неожиданный ангелов, которые несут людям гибель или не гибель. И здесь важно обратить внимание на то, что на самом деле для автора не вот вся эта живописная картина огня, дыма, серы, коней, вот не это всё важно, а то, что он говорит дальше, что прочие же люди, это на самом деле продолжение слов о печати Божьей, прочие же люди, которые не умерли, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам, не раскаялись в убийствах, чародействе, блудодении и воровстве. В общем, это суровая и в каком-то смысле очень неприятная правда о человеческой природе. Как мы тоже говорили, касательно предыдущей главы, было бы, в общем, неправильно утверждать, что человек вообще безнадёжно и до конца плохо состоит только из греха и злобы. Но ровно так же не будет правдой утверждать, что человек по своей природе там добрый и прекрасный, и если его вывезти из города, завернуть в юбочку из травы и посадить под бананом, то он немедленно станет большим добряком и великим мыслителем. Нет, нет. Вот этот выбор всё равно остаётся свободным выбором, который свободным, это значит, что он определяется внутренними какими-то решениями, внутренней жизнью каждого человека. Это важно. И важно ещё тоже увидеть, что для автора Апокалипсиса совершенно смысл всех драматических событий не в том, чтобы кого-то в чём-то убедить. Ровно так же, как Господь Иисус в Евангелии, мы видим это раз за разом, совершая чудеса, говорит, никому не рассказывай, иди никому не говори. Совершают эти чудеса, как-нибудь уйдя от народа, потому что для него важно, чтобы не чудеса были таким, если хотите, пропагандистским материалом, а что-то другое в его отношениях с людьми. И вот здесь, может быть, о чём-то подобном говорит евангелист, потому что эти ужасы не ради того, чтобы запугать людей. В конце концов, ну, какой смысл и зачем нужны, нужны ли Богу такие запуганные и от страха дрожащие, вынужденно, вне свободы, пришедшие к Нему люди. В этом ли смысл спасительного действия Божьего и вообще всей истории отношения Бога с людьми? Скорее всё же нет. Нет. И вот Иоанн говорит о том, что да, есть люди, которые выбирают Бога, потому что они выбирают Бога. Не потому что там ужасы происходят, а по какому-то своему внутреннему побуждению у них есть вот некоторый нравственный мотив это сделать. Есть люди, которые этого не делают, и они не вразумляются. Поэтому, конечно, все эти картины пугающие, но неправдой будет, клеветой даже на Бога, будет утверждать, что он всё это устраивает ради того, чтобы мы под плетью, под ударами кнута, согнувшись, всё-таки повернулись в его сторону. Всё это, все эти картины, там, драконы, ангелы, огонь, серо, дым и так далее, это фон, который лишь проявляет нравственную сущность жизни, мира и нравственный выбор человека. Субтитры создавал DimaTorzok